Слава Иисусу Христу! Жития святых во свете Библии Открытым оком Вопрос 1877 Жития описывает многое о жизни подвижников-то А есть ли такой образ, как бы собирательный, как сейчас описано в книге Отец Арсений? Ответ Из нескольких житей можно собрать такой именно образ по частям А потом все это лучше взять для себя Мне очень нравятся все жития из первого века Где без всяких причуд, прямо идут за Христом и ничего монашеского Все такое простое, понятное, человеческое Проповедь, жизнь одного или с женою Но все на проповеди и целая страна приближается ко Христу Далее их допросы и казнь И так просто, так по слову Божию все до строчки И кратко, без разных накруток из головы автора, написавшего жития Без ложной скромности, стеснительных ужимок и ложного сокрытия своей сути Апостол призывает подражать ему и всем, кого знали в первом же веке Не монахам 1 Коринфянам 4.16 2 Коринфянам 3.17 Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам Ибо мы не бесчинствовали у вас Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец Для подражания нам Иверием 6.12 Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование Иверием 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их Житие Ксении Евсевия 24 января Цитата Никто и никогда не видел ее гневающиеся Никакой отщеславие или горделивость не омрачили ее жизни Лицо ее было всегда смиренно Ум без всякого превозношения Лицо беспрекрас Тело изможденное постническими трудами Сердце ее спокойное, не тревожимое никакими сомнениями Вопрос 1878 Откуда взяли такую классификацию святых по узкому профилю? Даже относительно здоровья Что Артемия Малистина уже от боли в животе А Антипе от зубной боли Житие об этом что говорят? Ответ Послушаешь православных, так у них и Бог где-то на окраине А все внимание к мощам, как и к святым Отдельные святые специализировались как будто по редким профессиям, как акушер Вот, внимание к мощам Тут еще что о мощах Нетленная Ну отвалилась рука там или отгнила что-то, гнилась, надо мыть Это спокойниками возятся Показывает большая ванна И в ней одни кости, и священники там что-то Орудуют над ними В другом месте рисует Корнилий Митрополит, стоит рядом епископы Ноги вот так вот отпиленные Ступни отдельно стоят, пальцы вот так вот скрученные И они их там обмывают в вине или чем Это что? Это какое отношение к христианству имеет? Это трупопоклонники Так и надо называть А не то, что там обитает благодать Духа Святого Ну какая благодать обитает в тлении В прах ты и в прах возвратишься В живом обитала Дом разрушен, дух ушел, говорит Дом остается пуст И главное определяет не тлением А вот у нас на Алтае здесь нашли Алтайская красавица, писали ее Она там тысячи с лишним лет пролежала у язычников И вот где-то идешь Ниже туда Греции И вдруг у них объявляют У них святость определяется именно тлением А если не тленно, это грешник Где эта граница? И кто это открыл? Что не тление святость А чуть подальше тление святость И у них там костницы Черепа написано на Мартирии Когда жил череп И вот показывает Воробьевский Юрий все этим занимается Какой-то монах Нашел где-то пещеру И там одни кости он собрал Череп берет, желтый череп Поцеловал его, это святой Череп желтый, он святой Ну так, болейка, глянуйте Евангелие и то, что делается Псалом 90, 15 стих Воззовет ко мне и услышу его С ним я в скорби Избавлю его и прославлю его Еремея 29, 12 И воззовете ко мне И пойдете И помолитесь мне И я услышу вас Ипатий, 31 марта Так Он вращивал бесноватых, слепых И сохших, страждущих водяную болезнью И жен кровоточивых Немалое число неплодных жен Он сделал способными Где-то рождению А другим женам Имевшим сухие Неспособные к кормлению груди Возвратил молоко Ну а теперь к нему и обращается У какой женщины нет молока Вот пожалуйста, кому? К Ипатию Ипати, помоги Бесплодно Ипати, помоги Никиты Столпник 24 мая Столп, который устроил преподобный Для своих подвигов Находился не поверх А внутри земли Это была столпообразная Круглая яма Или просто пещера Так что столпничество Святого Никиты Было в сущности затворничеством В одну ночь пришли К преподобному Некоторые из его родственников С просьбой Поболиться за них И увидя на нем Тяжелые вериги Которые от долгого трения От тела вычастились И блестели Подумали, что они серебряные А омращенные дьявольским Наущением Они задумали убить Святого И пришедшие к столпу Разобрали бывший На нем покров Вошли в него И насильственно Разлучили душу Святого От тела его Спустя некоторое время Преподобный Никита Явился в уши Упомянутому иноку Симеону И сказал ему Пусть сей Честной знак Моих подвигов В скором времени Перенесен будет отсюда И положен на гробе моем После всего вериги Преподобного С почестями Были перенесены Из города Ярославля В город Переославль И положены На частном гробе его Всем приходящим С верой Они подают Многие исцеления Во славу Христа Бога А почему Артемий От живота А у него казнь Такая была Взяли на него Навалили громадный камень У него внутренности Все Раздавленный был А у него живот Так он сам то Не избавился Как он вас избавлять будет А Антипа А у Антипа Вообще Только написано И был усечен А раз голову отсекли От головной боли Она в голове И зубы есть Ну и глаза И уши Он видите У него широкий профиль Если бы руку отсекли Ну что Тут только пальцы Ногти Ведь эти чем заниматься Это Царство мертвых Вопрос 1879 В житиях очень часто Герои-подвижники Сравниваются С библейскими персонажами Насколько правомощен Был житописатель Так говоря Ответ Поразительно то Что любому Непредвзятому читателю Библии С первого взгляда Понятно Что такие сравнения Совершенно надуманы И все они даже близко Не подходят друг к другу Но вот так уж Хочется походить На библейских служителей А делать Все по-монашески Надуманно Православные Исключительно плохо Знают содержание Библии Так По верхушкам По слухам Если же кто-то Прочитал что-то То давно это было Если скитается По пустыне Самовыдумщик Новозаветний Инок Потупленный И безразмерно Скучный То обязательно Сравнивается С теми Кого гнали цари Кого искали убить Но этого-то Никто не трогал Не гнал Если убежала она От мужа Бросив ребенка Или жениха Если он Ринулся на остров Или в отдаленнейший Монастырь Оставив мать Престарелую Или жену Или невесту Только что Обручившуюся ему Щу судьбу Жизнь он Безнадежно И нагло Изломал И скалечен Как Алексей Небожиим поступком То явно же Что эти сравнения Их Жизни С древними Это он мне наступил И все У меня улетело Интересно Ты что сделал Такое Куда он У меня угнал Ну что я скажу Теперь надо Искать Какая страница 613 Была На 601 Это надо В ту сторону Угнать Я не туда поехал Еще Сейчас мы найдем Ну еще Это не кино Ставится Вот ты Полезла Это ты И даже Ничего не сделал Вот видишь Как наступило И все Улетело Ой-ой-ой Вот Ну вот Теперь кажется Уже нашли Ипатия прошли Никита Столбник И они его убили Вот Библейские персонажи Но этого-то никто Не трогал Не гнал Если убежала Она от мужа Бросив ребенка Или жениха Или он Двинулся на остров Или в отдаленнейший Монастырь Оставив мать Престарелую Или жену Или невесту Только что Обручившуюся ему Чью судьбу Жизнь Он безнадежно И нагло Изломал И искалечил Как Алексей Небожьим поступком То явно же Что эти сравнения Их жизни С древними избранниками Божьими Вычурно натянуты И искусственно Притянуты Друг к другу При этом Сравнение Эти иноческие выходки Еще только Нагляднее Показывают Что они Вытворяли Эти свои подвиги Виссарион И терния Благодати Господа И не терния И не терния Корабль, на котором ехал преподобный, направляясь в Старьград, утонул со всеми бывшими на нем людьми. Вопрос 1881. В житиях я встречала, что некоторые даже не мылись в бане, чтобы не видеть свое тело. Разве тело наше так греховно, что и смотреть на него нельзя? Ответ. Вот только по этому примеру легко увидеть, что эта сверхщепетильность в вопросах целомудрия абсолютно искажена и превратно виделась инокам. Похоже, что они были настолько уязвимы своей неполноценностью, что даже за одежду себя не позволяли трогать, как Пафнути Боровской. Серахов 3021. Смотря глазами истинная, подобен Евнуху, который обнимает девицу и вздыхает. И на одной рогожке им спать не разрешалось. Это все не от голубизны неба. Иоанн 21.7. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. Рыбачили вокруг рыбаки, и он все наг, голый был. Будучи нагим, апостол Петр работал с другими сотоварищами вместе-то. А в житиях показывают себя святее и целомудреннее не только римского папы, но и самого Петра. Главы этих святых пап. Апостолы не боялись своей ноготы, а Яков Незипийский проклал девиц, когда увидел их, моющихся на реке, и ноги у них были загалены. Они мылись отдельно, не в городы. И его занесло к ним, и их же он покалечил всех, а некоторых и на всю жизнь. Или там были какие-то особенные обстоятельства, не описаны в житии. Или это уже полностью извращенный ум, диктат своего искаженного ума, который возведен в икону. И это в православии, где крещение нужно производить над полностью раздетыми. Знайте, что когда в церкви слышите песнь, что Господь в лепоту обличился, это означает, что наш Иисус облегся не в грех, а получил прекрасное тело, выше которого ничего нет в создании. В эту красоту он облегся через чрево Девы Марии. Евреям 2.14 И как как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял овные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И трижды этот радостный возглас слышится. Наше тело того же состава, что и у Христа. И обыто в крещении, является наследником Сарсии Божьим, когда преобразится внетление. Но именно это, не другое тело. Интересно, вот воскрешать будет то же самое тело, а его разнесли по всему свету. Монахи из Крамсали. Осипов говорит сейчас, сколько захватили здесь с Афона, то ли кладбище там расширяют, ну и выкопали кости. Так тут кости, наверное, везут и везут, продают целыми сумками, с акваяжами в Европу. Извращенцы бывают и ханжами. От света этого закона падает иногда и на борющихся за целомудрие. ОМОН. Четвертого октября. Он был настолько целомудрен и скромен, что цедился даже своей собственной ноготы. И во всю свою жизнь не обнажал своего тела. Февронин, 25 июня. На это Февронин сказал ему учителю, «Знай, судья, что если ты соврещу с меня не только те одежды, но даже и это рубище, и оставишь меня совершенно ногою, то я ни во что вменю позор сей. Ибо один есть создатель мужа и жены. Ради него я готова не только перетерпеть стыд ноготы, но желаю даже быть усещённым мечом и сожжённым огнём. О, если бы сподобил меня пострадать за себя тот, кто добровольно претерпел за меня бесчисленные страдания! О, бесстыдное всякого бесчестия достойное!» Восыкнул Селин. «Я вижу, что ты гордишься красотой своей, и потому не вменяешь в себе стыд бесчестенной ноготы, ибо ты надеешься прославиться своей красотой, стоя обнажённой среди народа!» Святая ответила ему. «Христос – свидетель, что до нынешнего дня я не видал даже лица мужчины, равно как и моего лица никто из мирских людей не видел. Неужели теперь, находясь в твоей власти, я буду бесстыдно? Нет, бесстыден ты сам, обнажая перед всеми девическое тело. Но скажи мне, безумный судья, если борец выйдет на олимпийские состязания, то не на Гимле он борется, пока не победит противника своего. Точно так же и я. Выйдя сюда на борьбу с сопротивным и ожидая для тела моего ран и огня, как могу претерпеть их, оставаясь в одежде? Разве не ногой тело воспринимает раны? И вот я выхожу ногою, чтобы, презирая муки, победить сатану, отца твоего. Олимпиада 25 июля. Царь наслышался о ее добродетельной, богоугодной жизни, о великом ее воздержании и жестоком умершлении тела. Действительно, она совсем не ела мяса, не ходила в баню. Если же нужда ее заставляла по нездоровью выметься, то она в одной рубашке садилась в ванну с теплой водой и мылась, не раздеваясь. Вот как Господь показывает. Так как она стыдилась не только служанок, но и самой себя, и не хотела видеть своего ногого тела. Не хотела видеть, как будто это какое-то презрение. Это самое лучшее. Симеон Юродивый 21 июля Старь же, не желая себе почитания, а желая бесчестия и поругания, и мудро прикрывая видом юродства свое ангельское воплотье и житие, сделал следующую вещь. В один день, когда жена корчевника одна почивала в своей комнате, а муж ее продавал вино, пришел к ней старец и начал снимать с себя одежду, делая вид, что хочет лечь с ней. А она, видя то, закричала, и прибежал корчевник, которому жена сказала, выгоните этого проклятого юрода, потому что он хочет меня насиловать. Муж подверг старца заушению и выгнал его вон на стужу. Был сильный холод и дождь, и сел в старец вне дома, терпя холод в одной ветхой и разорванной одежде. С тех пор не только сам корчевник не считал его за святого, но и другим, если кто говорил, что Симеон юродствует Христа ради, склятву утверждал, поистине бесноватый и помешанный он, к тому же и блудник. Хотел жену у меня изнасиловать, и мясо есть, и другие неподобные дела творит, как не знающий Бога. Его преподобный много раз после семидневного голодания при всех ел мясо, нарочно для того, чтобы не только юродивым, но и грешником все считали его. Для большего же обнаружения своего мнимого безумия, отлагая человеческий стыд, много раз ходил по базару ногой, как бы бесплотный, истинный подражатель бесплотным. Пойдешь в баню вымыть, сей уродивый, а тот засмеявший сказал, пойду, пойду, и точно сняв с себя рубище, и свив себе, его положил себе на голову и сказал ему дьякон, оденься, брат, ибо если идешь ногой, я не иду с тобою. Старец отвечал ему, я дело прежде самого дела сделал-то, если не хочешь со мной идти, то предупрежу тебя. С этими словами побежал вперед. Было же две бани, одна мужская, другая женская. Он, оставляя в стороне мужскую, пошел к женской. Дьякон же настигнул, и его закричал, постой, юродивый, не ходи туда, ибо то женская баня. А обратившись к нему, Симон сказал, все равно там горячая и холодная вода, и тут горячая и холодная. Другого особенного ничего там нет, ни там, ни здесь. С этими словами устремился вперед и голый, вошел в баню и сел среди женщин. Те точно все на него бросились, били его и выгнали от себя. После этого дьякон особенно наедине спросил святого, отче, а как ты чувствовал себя, твоя плоть-то, когда ты голый, вошел к таким женщинам? Старец отвечал, поверь мне, брат, что все равно, как дерево среди дерев, так я был среди них, не ощущая, что имею тело, не думая, что среди телесных существ нахожусь, но вся моя мысль была устремлена на Божие дело. 1882. Вопрос. Когда ученики Христовы хотели испепелить селение, где они приняли Христа, то он их упрекнул, что они не знают, что теперь иной дух должен быть, дух кротости и милосердия. Лука. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. А среди святых в житиях были ли случаи, когда можно было бы рассудить, что они даже не узнали, какого они духа, когда показывали гнев нерассудительный. Ответ. Таких случаев было много, и не это дивно, а то, что все это сходу оправдывается житописателем. Это наше, значит, так и должно быть. Яков 1, 19-22. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скорное слышание, медленно слова, медленно гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божии. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя. Яков Незибийский, на таких наглых в городе, я почитал, посмотрел, ну хотя бы где-то один, ни одной женщины нету. А что волосы парить? А как же другие не боялись парить? При виде такого бесстыдства, святой разгневался, желая провести через наказание их силу Божию, а также постромительного поклонства и счастливцев через совершение чуда, он проклял источник, из которого выходил поток. Источник и поток точно же высохли, так что в них не осталось ни капли воды. Проклял он также этих девиц и наказал их бесстыдную юность внезапной старостью. По чудодейственному слову святого, черные волосы на их головах точно сейчас посидели, и они сами вдруг состарились, изменившись подобно листьям на молодых деревьях, когда вдруг поразит их мороз. При виде внезапного исчезновения воды и появления на каждой седины девицы пришли в ужас и, придя в город, рассказали всем об этом. Увидев чудо, граждане пошли к великому чудотворцу святому Иакову и стали усиленно просить его, сжалися над ними и возвратить им воду. Просьбы их тронули святого. Он помолился Богу и источник снова наполнился водою и по-прежнему стал течь поток. Народ просил святого, чтобы он помиловал также девиц и вместо преждевременной старости снова возвратил им молодость. Святой готов был это сделать, но когда спросил, где девицы, то их не оказалось, ибо они не пришли к святому с раскаянием. За такую нераскаянность он так и оставил их в наказании, чтобы они помнили о чудесной силе Божией и для того, чтобы и другие поучались из всего целомудрию и благо пристойности. Таково было чудо этого нового Моисея, которое он совершил не ударом жезла, но знамением святого креста. И более чем чудо, следует удивляться его кротости. Именно тому, что он не послал, подуманно великому пророку Елисея Медведиц для растерзания бесстыдных девиц, научая их благонравию и богобоязненности, ограничился только незначительным наказанием, уменьшением красоты и их наружности. Говорим это отнюдь не в поношение гневу пророка, а лишь чтобы показать, что святой Яков имел ту же чудотворную силу, как и пророк. Но обнаружил он ее в духе благости Христова и соответственно Новому Завету. Макарий Александрийский 19 января. Сидя же в углу, преподобный Макарий непрестанно работал, не отдыхал от трудов, ни разу во все время не сел, не лег. Если же по необходимости он уходил со своего места, то, возвратившись снова, стоял, не отверзая уст своих, ни с кем не разговаривая, но в молчании всем сердцем своим вознося молитвы к Богу. Увидав такой подвиг преподобного, подвижники того монастыря, разгневались на свою авгу и стали говорить ему, откуда ты привел к нам этого, к нашему постромлению, такого бесплотного человека? Или его удали, или мы уйдем из монастыря. Так и ахнешь. Кто-то лучше их, они уже ультиматум выкинули. Семен Столпник, 1 сентября. Но только лишь стали ест, внезапно пораженные гневом Божьим, потеряли голос человеческий и начали кричать, как олени. Бегон прибежали они к святому Симеону, неся с собой кожу оленицы, как обличение греха своего. Пробыли они у столпа два года, едва могли исцелиться и заговорить по-человечески. А кожу оленицы повесили на столпе во свидетельство случившемуся. Слава Иисусу Христу!